Я приглашаю нашего следующего докладчика, клинического и перинатального психолога Елизавету Ивановну Суханову. Она работает в Центре акушерства гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова. Ее выступление будет посвящено особенностям налаживания коммуникации с родителями неизлечимо больного ребенка. Елизавета Ивановна, пожалуйста, передаю вам слух. Спасибо большое, Елена Владимировна. Здравствуйте, уважаемые слушатели, коллеги. Очень рада сегодня быть здесь с вами. Непростая тема, о которой мы будем сегодня говорить и размышлять, это действительно взаимодействие с семьей, которая переживает ситуацию, когда ребенку невозможно оказать помощь, когда, к сожалению, он неизлечима больно. И начнем с тех факторов, которые влияют на те или иные реакции родителей. Действительно, в своей работе мы все, и психологи, и врачи, сталкиваемся с тем, что невозможно предсказать, как семья отреагирует, насколько включенными они будут, насколько ресурсными они будут, насколько острое будет их горевание принятия того факта, что ребенка невозможно вылечить. И факторов, на самом деле, здесь очень много. Именно из-за них мы все по-разному реагируем и по-разному коммуницируем, опять же, с медицинскими работниками в том числе. Во-первых, насколько вообще то, что происходит, вписывается в картину мира каждой семьи. Насколько это было, например, неожиданное событие, или семья понимала, что будет происходить. Условно говоря, еще во время беременности был обнаружен какой-то порог, генетическое какое-то заболевание, и родители сознательно, например, идут на этот шаг, что они будут рожать и оказывать посильную помощь своему ребенку. Или же это стало неожиданностью ввиду нечеткой диагностики, невозможности диагностики или какого-то несчастного случая и так далее. Безусловно, шоковое состояние будет здесь достаточно разное. Актуальный ресурс. И в любой ситуации мы не можем изолировать вот здесь и сейчас вот эту семью от всех внешних обстоятельств. Какую-то конкретную, например, маму оценивать только с точки зрения тяжести заболевания ребенка. Потому что все мы, любой человек, он находится в определенной системе взаимоотношений, других ресурсов. И все это тоже влияет. Если говорить проще, про что я. Если, например, у мамы есть поддержка, у мамы есть финансовые, моральные, эмоциональные ресурсы, то проживание вот этого горя, оно будет, возможно, более экологичным, чем, например, мать-одиночку, у которой еще старшие дети, за которыми нужно ухаживать, их воспитывать и так далее. Это будут две совершенно разные картины гребания и реакции на заболевание ребенка. Далее, да, и согласно исследованиям и опросам многих родителей, очень важная для них вещь – это разрешение на выражение вообще эмоций, да, не только печали, иногда это злость, да, иногда еще какие-то эмоции. В условиях, когда весь мир, и врачи в том числе, говорят о том, что плакать нельзя, возьмите себя в руки, истерик нам тут не устраиваете и так далее, человек остается один на один со своими эмоциями или чувствует их неуместность, да, то есть я какая-то неправильная, или мы какие-то неправильные, да, мы там так или иначе реагируем. И, по сути, да, это приводит просто к их накоплению, и в результате это может вылиться в какой-то там и нервный срыв, и конфликтную ситуацию и так далее. При этом те семьи, которые ощущали вот это вот разрешение, да, то есть в том числе и врачи не прекращали, да, не пытались затормозить их вот эти реакции, это воспринимается как поддержка и, соответственно, возможность выплеска эмоций, в дальнейшем это более ресурсное вообще проживание. В принципе, да, наличие поддержки близких, опять же, с самых разных сторон, как эмоционально, так и физически, потому что уход за незнедлечимым больным ребенком, это и физически, особенно если он находится дома, это очень-очень тяжело для человека справляться в одиночестве. Вообще, анамнез, да, то есть что касается, в принципе, репродуктивной истории данной конкретной семьи, да, насколько это был желанный ребенок, да, есть ли живые уже детки или он единственный, к сожалению, он болит. Даже если родители не говорят о возможности следующей беременности, да, и рождение еще одного малыша, тем не менее, понимая репродуктивный возраст, мы можем, да, предполагать о том, есть ли у них, в принципе, такой шанс еще снова стать родителями, здорового уже ребеночка, или, к сожалению, да, это последняя была их покупка. Все это, естественно, тоже влияет на эмоциональные реакции. Что сами пациенты, семьи, да, родители говорят о том, что им помогало, да, или, ну, что, в принципе, могло повлиять на то, как они с этим справляются. И действительно очень часто говорят о поддержке персонала. То есть несмотря на всю тяжесть, да, это в любом случае тяжело, насколько бы родители не приняли эту ситуацию, все равно быть рядом с ребенком, который неизлечимо болен, это сложно. И вот эта вот поддержка персонала, какие-то добрые, понимающие слова, вот это самое разрешение на выражение, горе, слезы и так далее, оценивается родителями как очень благоприятная атмосфера. И даже спустя время, да, это может очень сильно повлиять на их воспоминания о том, как они этот путь проходили. То есть несмотря на всю горечь ситуации, да, иногда какие-то вещи, да, родители, которым была оказана вот эта поддержка, вспоминают с улыбкой, как их поддерживали, как их, да, как с ними общались, да, какие добрые слова им сказали, как помогали прощаться с ребенком. Время и место общения, да, и когда мы говорим вообще о ситуации сообщения, там, тяжелых новостей, самого диагноза, да, или смерти уже потом ребенка, вот этот сам момент, он, ну, такой действительно очень значимый для родителей, настолько, что он запоминается очень сильно, то есть иногда родители дословно могут повторить конкретные фразы, которыми с ними общаются, они запоминаются. И, да, соответственно, если в процессе общения с родителями мы выделяем конкретное время, и мы полностью это время посвящаем им, пусть это будет 5 минут, пусть это будет 10 минут, не обязательно, это там 2 часа какой-то сложной беседы, но время, уделенное только им, это для них действительно важно, да, и опять же место общения, если, да, если рядом там посторонние люди или нет, как была подана информация, была ли она сложной, или была она понятной, были ли какие-то вещи, которые могут задевать родителей, да, это могут быть, например, они говорят о фотографиях, там, счастливых, здоровых детей, которые висят в кабинете, в котором им сообщают о том, что их ребенок, к сожалению, жить не будет, да, это тоже то, что влияет на их дальнейшее проживание. Такие нюансы, которые, может быть, да, не всегда мы высоко ценим, да, не всегда принимаем значимости для родителей, при этом сами родители обращают на это внимание и, опять же, согласно опросам, это те вещи, которые могут как очень сильно поддержать, так и очень больно ранить. Далее, да, в процессе общения, естественно, помимо вербальной коммуникации, то есть того, что мы говорим, очень важно, как мы говорим, да, поэтому тоже вещи, на которые можно и нужно обращать внимание, которые, на самом деле, не так сложно контролировать и регулировать. Что касается мимики, да, естественно, особенно в тяжелый момент, когда родители плачут, когда им, опять же, сообщают какие-то тяжелые новости, улыбка, естественно, достаточно неуместна, так скажем, причем улыбка не только того человека, который непосредственно с ними общается, нередкие ситуации, когда маму задело то, что кто-то рядом, да, человек, который, может быть, даже не знает, о чем беседа, он, например, может быть, за стеклом рот бокса, где она рожает, да, там, нежизнеспособного ребенка или еще что-то, кто-то смеялся, улыбался и так далее, это тоже задевает. Поэтому в этом плане как анализ своей мимики, так и предупредить, например, коллег о том, что сейчас у меня будет непростой разговор с пациенткой, поэтому если они находятся рядом, на это стоит обращать внимание. Расположение в пространстве, да, здесь есть несколько нюансов, это и разговор на одном уровне, то есть нежелательно общаться с пациентом, сообщать плохие новости, находясь в разных позициях, да, то есть, например, врач сидит, пациент стоит, и наоборот, а пациент лежит, врач стоит, поэтому желательно находиться на одном уровне. Ну, естественно, да, содержание ответов просто, что мы говорим, насколько эти наши ответы понятны, насколько сложные предложения или несложные мы построили, здесь очень важно понимать, что в состоянии шока, в состоянии горя воспринимать информацию намного тяжелее, да, когнитивная сфера действительно в этот момент страдает, она работает по-другому, чем в обычном состоянии, поэтому, на самом деле, чем проще и четче будет то, что вы хотите сказать, тем больше информации родители усвоят. Что располагает контакты? Отчетливое приветствие, то есть здесь очень важно, чтобы врач, который беседует с пациентами, чтобы они понимали, кто он, не только как его зовут, но и что это за специалист, да, чтобы не было такого, что мы поговорили с врачом, и что это за врач, мы не знаем. Ображение к человеку по имени, да, то есть не по фамилии, да, а именно по имени или имени отчества, как, да, в зависимости от того, как у вас принято, ну, ни в коем случае не по фамилии, поэтому знать имя, там, мамы, папы, маленького нашего пациента, это всегда то, что мы можем сделать при общении с ними. Опять же, да, предложение присесть, выражение сочувствия, и, да, опять же, согласно исследованиям, даже формальное сочувствие, да, формальные соболезнования все равно воспринимаются лучше, чем полное их отсутствие. Да, поэтому согласно той ситуации, которая сейчас происходит, подбирается какая-то фраза, с которой вам, в первую очередь, тоже будет комфортно, да, конечно, с ребенком жив, то мы не выражаем соболезнования, да, но сказать о том, что мне очень жаль, что так получилось, мне очень жаль, что вам пришлось проходить, приходится проходить через это, да, любая фраза нам располагает контакту. Беседа, опять же, да, о языке пациента, то есть мы, в принципе, всегда можем понять примерно, да, с кем мы общаемся, да, и насколько сложно или, наоборот, это просто стоит изъясняться. Невербайные сигналы, которые располагают контакт во время сложных разговоров. Угол поворота тела, да, то есть наше положение не прямо относительно родителей, да, то есть не так, как я сейчас сижу по отношению к камере, а чуть-чуть боком, да, любым, да, это значение не имеет. Это при что, да, это про такое бессознательное ощущение, особенно если родители у вас находятся в агрессии, в гневе, да, они как-то обвиняют, они чем-то недовольны. На подсознательном таком уровне боковое положение, оно менее агрессивно, да, то есть из такой боковой позы я не буду точно вас нападать. Конечно, это не про то, что, да, там, пациент думает, что врач сейчас будет накладать, конечно же, нет. Это именно такое подсознательное такая история, прошу прощения. Угол наклона тела чуть меньше прямого, да, то есть всегда, когда нам интересно, когда нам важен собеседник, и нам хочется хорошо его слышать, ничего не упустить, да, мы подаемся вперед, чтобы, ну, просто элементарно лучше слышать. И, соответственно, такой жест дает понять, он несет в себе сигнал того, что мне важно, что вы думаете по этому поводу, да, от врача, мне важно, что с вами происходит, мне важно ваше мнение. Глаза на одном уровне, так, что я уже говорила, и поза открытая, не закрытая, то есть, ну, это такой элемент, который, наверное, многим известно, что вот скрещенные руки, скрещенные ноги, сутулиные плечи, да, как такая защитная поза, нежелание общаться. То есть, желательно контролировать тоже вот такие вот вещи, и позу сохранять открытой, и по возможности отсутствия отвлекающих факторов. Как люди, которые могут зайти во время вашего разговора, опять же, можно предупредить коллег, или еще что-то. Выключенный звук телефон, понимаю прекрасно, что совсем выключить телефон не всегда врачи могут, а мало может произойти что-то экстренное в любую минуту, ну, по крайней мере, отключенный звук, когда вы просто можете увидеть на телефоне, так, кто вам звонит, может ли это быть суперсрочно. Что важно для семьи, опять же, да, что семья воспринимает в качестве поддержки? Во-первых, что они такие не одни, и такое действительно случается периодически. И, конечно, это не в формате того, что там целое отделение, да, вас таких, да, или что-то подобное. Нет, здесь, разумеется, речь идет про другое, да, про то, что, сталкиваясь с бедой, с неизлечимым заболеванием, очень часто родители говорят о чувстве такой какой-то исключительности, да, вот мы какие-то одни такие неправильные, несчастные, да, по-разному это может быть формулировано, но суть одна, что мы одиноки в этом, да, это с нами случилась какая-то суперредкая и ужасная история. И осознание того, что на самом деле не все всегда так просто и гладко, как часто кажется таким родителям, да, это тоже частая фраза, я иду, я понимаю, что у всех все хорошо, у всех живые, здоровые дети, а у нас вот так вот случилось. И с этим, конечно, бывает очень тяжело. Поэтому такая информация, она может помочь родителям эмоционально немножечко облегчить вот эту вот именно исключительность, да, о том, что они сделали и делают все возможное, да, о том, что это непредотвратимо, это событие, да, это часто вопросы, опять же, от родителей в случае генетических синдромов различных, как это можно было предотвратить, да. И важно помнить, что наши пациенты чаще всего не врачи, тем более не генетики, то, что там очевидно врачам, да, или просто людям, которые оказывают поддержку в системе медицинской, да. Не факт, что это известно родителям, да, даже какие-то самые простые вещи, в какой момент у ребенка появляется синдром Дауна, и можно ли было это предотвратить. Ну, поэтому здесь тоже это имеет смысл обозначить, да, о том, что ребенку будут, оказывают и будут оказывать всю возможную медицинскую помощь. Опять же, статус палеотива для очень многих родителей, да, как они сами говорят, когда со мной общаются, что это как будто бы нас бросили, от нас все отказались, да, на нас поставили крест и так далее. Поэтому, да, вот, казалось бы, очевидная фраза, что помощь будет, оказывается, та, которая нужна, но иногда имеет смысл объяснить, а начиная с того, что вообще такое палеотив, далеко не все люди это знают. И что вы понимаете, что им тяжело, да, то есть опять же какая-то фраза поддержки, сочувствия, которая дает ощущение, что не мы такие вот рядовые, опять же, в том же отделении, где, например, много тяжелых деток, что врач считает, что это вообще там норма и не требует никакого внимания, да, они называют у них сочувствия ничего, да, что вы действительно понимаете, что эта ситуация непростая. Опять же, это и разрешение, это правда, да, это разрешение на эмоции, это разрешение на какое-то там свое горевание, на какое-то обдумывание, что наоборот не стоит говорить о такими родителями, да, я вас понимаю, почему, да, хотя казалось бы, вот, хочется сказать, да, я понимаю, делится с нами человек, но в такой сложной и такой, опять же, вот редкой все-таки ситуации, да, все равно даже если родители уже видят, что там есть целое отделение, и там много таких детей, это все равно что-то очень редкое, горе это что-то очень такое исключительное. Поэтому фраза «я вас понимаю» часто воспринимается, да, как неподдерживающее, наоборот, да, когда пациенты в ответ могут сказать, как вы понимаете, а вы, у вас есть такой ребенок, да, или вы хранили когда-нибудь своих детей, и, да, соответственно, это может привести не к тому, что отношения ваши с пациентами улучшатся, а, к сожалению, наоборот. Вот, могло быть хуже, бывает хуже, и так далее, и тому подобное. Да, и действительно, работая с такими семьями, с такими детьми, может быть, вы видели ситуации, которые объективно тяжелее, как с точки зрения физиологии, да, с какой там болезни и течения, и так далее, так и с точки зрения там морали, как мы видим, что семье было, например, тяжелее. Но в данный момент для этой семьи вот это сравнение, оно может быть неуместным. Есть такое выражение, как «нет горя большего, чем наше». Поэтому подобная фраза, она имеет посыл, да, вы справитесь, да, люди переживают еще больше горя. То есть мы хотим поддержать, и родители слышат свое горе несущественное. Да, бывает кому-то и хуже, вот им можно переживать, да, вы должны там как-то держаться. Отсылка к старшим детям и к младшим, да, или к будущим, так скажем, примерно одно и то же, ввиду того, что, да, там, например, есть старшие здоровые дети, это замечательно, это часто ресурс для родителей, но, кстати, не всегда. Но при этом, да, этого конкретного ребенка они тоже любят, да, они его ждали, они его хотели, да, может быть, им какую-то часть жизни прожил здоровым, обычным ребенком потом, что им так возлюблено, что, может быть, это с рождения, но, тем не менее, были какие-то свои мечты, надежды и так далее именно в отношении его. И, да, старшие дети в этом плане не могут уменьшить вот это горе. И, опять же, да, нам часто кажется, что наличие старшего ребенка – это вот всегда ресурсная история, что есть ради чего жить. И часто это действительно так, да, когда мамы говорят, слава богу, у меня есть ребенок, я знаю, ради чего я здесь, да, и так далее. Но бывает и так, что настолько тяжело, что нет сил заниматься этим старшим ребенком, а надо, да, но мне при этом настолько плохо. И здесь еще добавляется вина родителей за то, что я еще и к старшему, в отношении к старшему, да, не идеальный родитель. Поэтому вот это вот напоминание про старших детей может в этом плане тоже радость. То же самое про родители еще, да, может быть, родят, а может быть, и нет. Во-первых, откуда у нас такая уверенность? Есть ряд родителей, которые говорят, мы больше не хотим, да, вообще никак, никогда не хотим больше иметь детей. Это тоже нередкая история. Ну и в принципе, да, опять же, какое-то теоретическое будущее, которое должно их сейчас утешить. Здесь и сейчас их ребенок умирает. Ну, запрет на выражение печали в любой форме. Заверись, не плачь, не плачь дальше, держись и так далее. Да, держись, такие родители мне говорят о том, что после этой фразы еще хочется спросить, за что держаться? Вот за что держаться, да, когда мне настолько плохо? Поэтому такие фразы лучше не используем. И любая отсылка к божественному проведению, замыслу, там, Бога, да, или Бог дает испытания по силам, Бог дал, Бог взял любые, да, с ними тоже нужно быть осторожнее, потому что далеко не все люди верующие, и нередко реакции бывают в конце всегда, почему именно у меня, да, почему там какие-то женщины, которым эти дети не нужны были, рожают здоровых детей, там, в домах оставляют или еще что-то. Да, за что мне такое наказание? Ну, поэтому эти фразы тоже не всегда уместны. Что еще дополнительно осложняет принятие диагноза, принятие факта того, что ребенок болен, и ему невозможно уже будет помочь? Окружение самой семьи. Опять же, вернемся к вопросу того, что нельзя просто взять и выдернуть семью и поместить вот в эту ситуацию. Все равно есть много-много факторов, которые вот вокруг влияют, и в том числе окружение. И, к сожалению, родители палиативного ребенка очень часто получают некорректные, небережные, мягко говоря, высказывания со стороны окружения, как близкого, так и случайного. Начиная от фразы «Зачем вы вообще рожались?» и знали родители о том, что прогноз неблагоприятный, тем не менее беременность сохранили. К сожалению, практически всегда найдется кто-то, кто скажет «А ты чего рожала? Вот что ты теперь тут страдаешь? Ты же сама так решила?» И это, конечно, безумно больно для родителей. Это могут быть различные другие высказы. Иногда женщина остается буквально одна с ребенком, когда вся семья говорит «Оставь, откажись от него». И, конечно, это очень тяжело. Ну и множество-множество других различных замечаний, с которыми родителям приходится жить. В принципе, да, отсутствие поддержки, как предложение отказаться, так и, условно говоря, «Ты мама, а ты полностью несешь ответственность». Опять же, о чем говорят пациентки иногда, о том, что вот я сама должна принимать все решения. Потому что, когда я пытаюсь посоветоваться по поводу лечения, по поводу выбора медучреждений и так далее, мне родные говорят «Ну, ты же там? Ты с врачами общаешь? Ну, ты решай». А мы как бы в сторонке постоим. Конечно, брать на себя такую ответственность, решать это все самостоятельно тоже бывает тяжело. Дальнейшие планы на жизнь, да, вот по поводу двойных стандартов общества. Опять же, на семью будут давить, да. Кто-то будет говорить вам срочно, да, рожайте другого, здорового, вот сейчас время с ним упустите, потом вообще не родите там и так далее. С другой стороны, говорят, как тут ты родишь второго, а ты за этим как будешь полноценно ухаживать, да. Или, наоборот, родишь второго, внимания ему уделять не будешь, ты же за этим все время ухаживаешь, да. Или самые разные варианты. Конечно, родителям непросто понять, а как вообще на самом деле правильно. Иногда даже сложно понять, а как мы сами-то хотим, да, потому что там вот рядом все время говорят, как мы должны поступить. И противоречивость информации, прогнозов от врачей, это тоже факты, которые очень скучают родителей. Это может быть при переводе из отделения в отделение, да, или из одного учреждения в другое, когда лучше, условно говоря, лучше даже самый страшный прогноз, но четкий, чем ситуация неопределена. Это очень сильно сбивает, и тревога повышается. С какими реакциями вы можете столкнуться? Ну, такие, да, наверное, самые распространенные, да, форма истерики, слезы, крик, какие-то причитания, да, такая, ну, яркая эмоциональная реакция. И здесь, конечно, да, опять же, напоминаю о том, что мы не запрещаем родителям испытывать эмоции, да, не стараемся их подавлять, да, а скорее, наоборот, говорим о том, что нам не безразлично, да, это могут быть опять же разные фразы, и о том, что мы понимаем, что я вижу, да, что сейчас непросто услышать то, что мы говорим. Иногда эта фраза, что для вас самая сложная в этой ситуации, очень хорошая фраза, которую, да, мы иногда вот не понимаем, вот плачет и плачет пациентка, да, и даже, например, ну, не всегда понятно, вроде как ничего нового не произошло. И мы можем сделать неправильный вывод, что, да, причина, ну, все, что вот такая-то. Иногда вот эта фраза, она открывает вообще что-то такое. Да, например, пациентка может сказать, мне очень сложно общаться с родными, я не могу им объяснить, что с ребенком, и они на меня сердятся, они меня дергают и так далее. Здесь иногда решение очень простое, да, врач может предложить пообщаться, там, с отцом ребенка или с бабушкой, или еще с кем-то, чем облегчить ситуацию данной конкретной, там, маму, например. Да, ну и, в принципе, любые фразы, которые говорят о том, что мы открыты к диалогу. Уход в детское состояние, регрессия. Что здесь происходит? Да, это те родители, которые говорят о том, что мы не понимаем, мне вообще ничего не объясняли, да. В первый раз слышу эту информацию. То есть это своего рода может быть защита от слишком тяжелой информации. Иногда просто забывают, да. Или потом, когда напоминают, говорят, нет, мне этого не рассказывают. На самом деле, нередкая реакция, да, это не что-то такое из ряда вон выходящее, а вполне такие естественные для нашей психики способы защиты. И, да, здесь действительно есть желание, да, сказать, ну, вы что, вам же только что там объясняли, вам все говорили, вам все даже написали, может быть. И не так редко, да, я подобные примеры написали консилиумы, где вот только что, да, я сама слышала, как очень подробно, очень обстоятельно, в понятной форме родителям все объяснили, да. Но они садятся общаться со мной спустя пять минут, да, и задавая им вопрос, все ли понятно, объяснили, да, бывает это такое, что они говорят, нет, нам ничего не объяснили, хотя только что это все слышала. Неэффективно, да, в этот момент сказать, нет, вам говорили, ну, вы что, да, вы чем слушали и так далее. Как не сложно, да, это может быть для нас, но действительно повторять, разъяснять, находить на это силы и время. Рационализирующие родители, родители, для которых целью становится поиск причин произошедшего, вот, ай, можно было это предотвратить или нельзя, как, что последовательность событий. Иногда этот анализ переходит на контроль действий врачей, который происходил, да, там, во время беременности или после родов, на лечение ребенка и так далее. И рационализация, направленная в такое будущее, так скажем, по поводу, ну, касается обычно лечения, да, какой-то, какой-то поддержки ребенком возможной. И вроде как, да, ничего плохого здесь нет, такое обстоятельное отношение, но вот это вот желание углубиться в причины, все разложить по полочкам, так скажем, может приводить к разным вещам, да, начиная от того, что анализ, там, того, как ранее лечили ребенка, да, родители еще раз, они не являются медиками, может привести к конфликту, поскольку очень хочется найти причину и очень большой соблазн найти ее в каких-то, да, в лечебных мероприятиях, которые проводились или не проводились, наоборот. Так и про будущее, да, вот это рационализация, поиск информации по лечению, это часто альтернативные лечения, неподтвержденные и так далее. То есть родители просто начинают использовать интернет-ресурсы для поиска такой информации и, соответственно, находясь вот опять же в этом горевании, проживании этой ситуации, очень хочется верить, что, да, какие-то способы можно найти. Поэтому иногда находятся хорошо, если просто бесполезны, да, иногда эти способы, методы лечения могут даже навредить. И, соответственно, да, как обычно, ну, не обычно, да, ну, как можно отреагировать врач на подобное заявление родителей о каком-то там другом лечении, да, это о том, что это ерунда, не слушайте, не читайте, это не поможет и так далее, да, при этом воспринимать это родителям бывает очень сложно. То есть они как будто бы отобрали надежду такой, вот такой консервативный врач, да, который не хочет посмотреть по сторонам. Но, к сожалению, это может приводить к конфликту, к смене медучреждения, да, то есть если вы нам не верите, мы найдем тех, кто нам верит. Более эффективно здесь помочь вопросами самому родителю понять, что тот источник информации, который он нашел, не факт, что является надежным и достоверным, да. Насколько вы уверены в данной информации, да, как вы считаете, там, на основании каких данных сделаны эти выводы. То есть задавая эти вопросы, и рано или поздно родители приходят к пониманию того, что, ну, вообще-то это действительно, да, там, не проверено, а где результаты, а где исследования, там, или еще что-то. То есть какими-то такими вопросами он начинает задаваться. Реакция замещения, да, это эмоциональная реакция переноса. Тех чувств, которые не могут быть по какой-то причине сейчас выплеслены на сам объект, да, то есть часто на того ребенка, который болеет, и перенос их на какую-то другую фигуру. Чаще всего это происходит при наличии в семье других детей, то есть какая-то гиперопека там начинается, да, которая невозможна сейчас по отношению к ребенку. Чувство вины куда-то перекладывается, да, и так далее, и тому подобное. Изоляция, да, это обычные родители, которые уже какое-то время находятся вот в этой вот ситуации, да, с больным ребенком. Ну, это желание, по сути, побыть в одиночестве, это иногда прекращение контактов, уменьшение значительно этих контактов, в том числе и с врачом. Здесь и раньше у вас был такой общительный родитель, который задавал вопросы, который вникал, да, теперь вы понимаете, что человек как бы отстранился. Да, в этом случае важно не настаивать на каком-то общении, не стараться вытащить на это общение, да, но при этом обозначить, что если будет такая необходимость, вы рядом и вы готовы поговорить. Что волнует родителей? Точный прогноз на жизнь и здоровье, естественно, да, чем точнее прогноз, тем им легче адаптироваться к тому, что происходит, да, состояние неизвестности, как я уже говорила, напугает намного больше, чем даже самый сложный прогноз. Если, в принципе, надежда, будет ли ребенок страдать, да, тоже бывают такие вопросы, что он сейчас чувствует, что он будет чувствовать и так далее. Может ли повториться, да, соответственно, это вопросы касательно следующей беременности. Как вообще с этим справиться? Будет ли у нас поддержка, да, там, на разных этапах болезни, ухода ребенка и так далее. И иногда бывает вопрос о том, как это все будет, да, смогу ли я быть, да, вы сможете там мне позвонить, смогу ли я приехать в тот момент, когда он будет уходить, да, например. Также родителям бывает важный религиозный обряд, который, да, соответствует их религии. Если есть такая возможность провести его, да, для этого ребенка, там, всегда лучше спросить и предложить. Могут ли посещать другие родственники, да, если могут, то что для этого нужно, да, тоже та информация, которую нам несложно предоставить пациентам, для них это может иметь очень большое значение. Да, что не стоит делать, да, попытки сказать тяжелые новости хорошо, да, словно говоря, использую, а зато. Ну вот у вас все плохо, но зато там вы в прекрасном отделении, да, это очень хорошо, да, что ребенку будет оказана помощь, но попытка приукрасить, как будто бы, вот эту тяжелую ситуацию, она воспринимается не очень хорошо. Мнение, что родители без разговоров понимают состояние ребенка, ну все ведь очевидно. Там при этом это совершенно не так, да, действительно, на абсолютно, к сожалению, да, там неукрабельного ребенка родители смотрят любящими глазами, это совсем другой взгляд, да, любящий взгляд. Им кажется, что все может быть вполне хорошо, поэтому в любом случае разговаривать, объяснять, прояснять, отвечать на вопросы очень важно. Да, вот эти фразы про «все будет хорошо», опять же, у родителей возникает вопрос, что будет хорошо, как вообще все может быть хорошо, всему свое время. Да, опять же, говорить только о медицине, а все остальное не наши проблемы, да, там и функциональное состояние, да, еще какие-то нюансы. Торопиться при общении с родителями еще раз, да, лучше выделить какое-то время, но только про них, да, не на бегу, не в коридоре, не между делом, не отвлекаясь, да, на что-то другое, там, на телефон, еще что-то. Ну и формальность, монотомность разговора – это то, что всегда задевает любого человека, а особенно родителей тяжелобольного ребенка. И слайд, да, на котором представлены «Пирамиды потребностей» Маслоу, ну, на самом деле известная такая речка, с которой, возможно, многие из вас знакомы, но здесь я ее, да, вам демонстрирую для того, чтобы напомнить, когда происходит такая страшная ситуация, когда ребенок умирает, когда он неизлечимо болен, подрывается вообще основа иногда, то есть какая-то из вот этих вот уровней, какой-то из этих уровней он может быть подорван. И нередко, когда у нас страдает человек настолько, что вплоть до самого нижнего, да, физиологические потребности, органические, человек про них забывает. Это родители, которые не едят, не могут спать, не пьют жидкость необходимую просто. Это для них. Говорю я это для того, чтобы, во-первых, общаясь с родителями иногда, наша в том числе и задача – это напомнить им о таких простых вещах, о том, что, несмотря на то, что сейчас происходит, им важно сохранить себя. И второе, о чем я хочу сказать, это когда мы понимаем, что человек настолько плохо, что даже вот физические потребности пострадали, говорить о более высоких, ну, действительно бесполезно. Ожидать от родителей какой-то полной адекватности, четкого анализа, понимания, да, и так далее, ну, достаточно бесполезно. Пока не восстановится самый нижний уровень, и все остальные, они тоже находятся под угрозой, они работают не так, как всегда. И, да, немножко про… Ну, говорили, я говорила сегодня про наших пациентов, но не хочется забывать о том, что и врачам находиться, да, врачам, и медицинским работать, естественно, это не так уж просто. И быть рядом, сохранять спокойствие, выдерживать эти эмоции, ну, и просто отдавать себя, помощь другим людям, это не очень легко. Поэтому на этом слайде представлены фразы, которые могут помочь в таких тяжелых ситуациях, когда нам и самим тяжело быть там, быть в этой ситуации. Это могут быть эти фразы, а могут быть какие-то другие, которые поддерживают вас. Этим слайдом я хочу обратить внимание на то, что все эмоции важны, не только наших пациентов, но и всех людей, которые присутствуют в этой ситуации. Спасибо большое за внимание. На этом мой доклад закончен. Буду рада вашим вопросам, если они есть.